Непонимание и безразличие в семье, насмешки со стороны сверстников, недовольство своей внешностью, неразделённая любовь. Эти причины чаще всего подталкивают подростков к мыслям о самоубийстве. И лишь единицы способны преодолеть чувство вины и стыда и обратиться за помощью к психотерапевту. Сейчас многие об этом говорят. Мне кажется, в моём окружении пара человек разделяют. Были какие-то попытки, ну, не суицида, но многие ранили себя, самоповреждениями занимались. Мне кажется, что и выхода другого как-то нет. С кем-то, кажется, и поделиться переживаниями не с кем. Дети в силу восприятия физиологического окружающего мира, отношений с сверстниками, со значимыми взрослыми, они не видят решения проблем и не знают, к кому с этой проблемой идти. Поэтому нам, взрослым, родителям, друзьям, очень важно ни в коем случае не обесценивать эмоции, какие-то переживания ребёнка и ни в коем случае не недооценивать его слова действия. Обращать внимание на изменения поведения, особенно остро реагировать, если ребёнок что-то озвучивает, какие-то действия. По статистике Всемирной организации здравоохранения, в третьем тысячелетии от суицида погибает больше людей, чем из-за всех войн и насильственных убийств вместе взятых. Самое главное, что мы должны понять, что человек, который говорит о самоубийстве, он двойственно относится к этой проблеме. С одной стороны, он говорит о смерти, с другой стороны, он хочет жить. Поэтому каким-то образом, часто говорят, какой миф, что человек, который хочет умереть, он ни о чём этом не говорит, никто не знает и не видит. Это, конечно, миф, скорее связан с тем, что люди не хотят это слышать. Варианты решения для проблем массово. Дело в том, что человек, находящийся в кризисе и в стрессе, ему сложно найти эти варианты. Наша задача – помочь ему выйти из этого кризиса эмоционального, и он сразу эти варианты увидит и сам приняты решения. Если же поддержка в нужный момент не была оказана и варианты не предложены, попытка суицида может обернуться мучительными последствиями для психики и здоровья ребёнка. О том, насколько тяжело бывает вернуть к жизни и восстановить такого пациента, не понаслышке знает заведующий отделением реанимации и анестезиологии Брестской детской областной больницы. Это могут быть комы, грубые нарушения, гемодинамики, дыхание. И прямо со скорой помощи, иной раз даже минуя приёмный покой, они доставляются в отделение реанимации, где им оказывается экстренная помощь по восстановлению витальных функций. А последствия действительно могут быть самые разные от летального исхода. Многие действительно получают какую-то степень утраты здоровья, инвалидизацию, которая впоследствии влияет на какой-то статус физический, на душевный. И это накладывает отпечаток на их дальнейшие социальные адаптации в плане продвижения дальше по карьерной лестнице, учёбе и всему остальному. Дети и подростки могли бы фигурировать в сводках о попытках суицида гораздо реже, если бы взрослые задумывались о том, как их действия влияют на ребёнка. Уверена психолог Брестской детской областной больницы Кристина Галинчук. Ребёнка может напугать, нахлынуть эмоциональное напряжение от ссор родителей. Ребёнок мог услышать о том, что родители собираются принять решение о разводе. И когда ребёнок не знает, что с этим сделать, как поступить с этой информацией, понятно, что испытывает особое напряжение. Также мы можем говорить, что у детей до пуберта очень важно и очень значимо этим детям удовлетворить ожидания. То есть риск не соответствовать ожиданиям родителей всегда очень высокий. У этих деток случай, если в семье очень требовательные родители, такой категоричный подход к воспитанию. Если мы говорим о подростках, у детях старше 11 лет, то здесь, конечно же, всё так же значимой является ситуация в семье, но уже на первый план выходят взаимоотношения со сверстниками. За помощью можно обратиться в поликлиники, центры, где работают психологи и психотерапевты. А теперь в нашем городе есть даже специальная дружественная детям комната опроса. Кроме того, всегда можно обратиться по телефону экстренной службы психологической помощи доверия 170. Надо помнить, что сложные времена бывают у каждого. Но пока мы живы, из каждой ситуации можно найти выход.